Максимально комфортные условия для бизнеса. Губернатор Сергей Морозов выступил с инвестиционным посланием. В девятый раз руководитель области подтвердил приверженность региона высоким стандартам обеспечения деятельности предпринимателей. Послание в первую очередь было отрисовано тем, кто ведет и только собирается вести бизнес в Ульяновской области. Прошлый год выдался тяжелым для всего мира и страны. Приток прямых иностранных инвестиций в Россию сократился в 20 раз. Как отмечают многие эксперты, на этом фоне Ульяновская область выделяется в лучшую сторону. Губернатор анонсировал введение еще одного, шестого по счету, пакета мер для бизнеса. Все это делает регион привлекательным для инвесторов. Я нисколько никогда не сомневался и сейчас особо убежден, что российские и зарубежные деловые круги всегда готовы к экономическому сотрудничеству. Поэтому, если позволите, я буду рассматривать наше инвестиционное послание как приглашение инвесторов к нам в Ульяновскую область. И я как губернатор, и вот здесь председатель законодательного собрания, как руководитель законодательной власти, здесь председатель правительства. Я думаю, что они меня позволят. Мы все троем гарантируем, что в нашем регионе одни из лучших в стране условий для предпринимательской деятельности. Зеленая энергетика, микрогенерация, производство композитных материалов, развитие креативных индустрий. Эти направления будут в приоритете в Ульяновской области. Сергей Морозов отметил, что значительные преференции окажут туристической отрасли. Не забывают о традиционных направлениях экономики. В агропромышленном комплексе планируется создать почти 4 тысячи рабочих мест. Особое внимание уделяется специальным точкам роста. Среди них экономическая зона Заволжья, портовая особая экономическая зона Ульяновск, а также индустриальные парки. Инвесторы высоко оценивают предоставляемые возможности. Есть доверие руководству области, потому что руководство области идет на все контакты для привлечения инвесторов. Потом хорошие условия созданы в индустриальных парках, хорошие условия созданы в индустриальных зонах, в том числе программа ТАССЕР, свободные экономические зоны и все остальные. Но вместе с тем в регионе уделяется внимание о равномерно высоком развитии экономического развития всей территории. Институты развития формируются в каждом муниципальном образовании. В их задачи как раз входит сотрудничество с инвесторами. Особое направление нашей работы – это формирование управленческих команд, реализующих инвестиционную политику. В настоящее время в каждом муниципальном образовании сформированы проектные инвестиционные команды, которые решают задачу развития бизнес-среда. Уже с этого года мы начали передавать муниципальным инвестиционным командам живые технические задания от реальных инвесторов для конкретной работы по подбору площадок, для локализации производства, а также для решения конкретных инфраструктурных, управленческих и задач планирования бизнес-проектов. Кадры решают все. Этот известный советский лозунг в современности приобретает новое звучание. Управленческая команда области делает все возможное для развития бизнеса и привлечения инвесторов. Мортовая особая экономическая зона привлекла тем, что на импортируемые комплектующие не надо уплачивать НДС и пошлину. Соответственно, не связывается капитал, высвобождаются эти средства для работы. Ну и, естественно, очень профессиональный подход со стороны корпорации развития, со стороны руководства и сотрудников особой экономической зоны, которые сопровождали буквально с момента первого переговора и до, собственно, внедрения. Для обеспечения инвестиционных проектов кадрами в ближайшее время будет пересмотрена система профессионального образования. Кроме того, в регионе введется полномерная работа по снижению административного давления на бизнес. Егор Цтов, Герман Баранов, Новости Улправда ТВ.